То, что ты говоришь, волосы, это были не волосы, это были как полые трубки внутри, знаешь, как шерсть у белого медведя. Вроде бы шерсть, а вот полая трубка внутри. То, что состояло из волос, оно просто было полым. Оно заполнялось практически полностью. Вот эти все трубки заполнялись энергией, той, которая шла от этого. Вся планета вибрировала. Все эти кристаллы там были больше, меньше, горы большие, они были как огромные антенны. Горы большие, кристаллы, да. Да, то, что было поменьше, то было как, знаешь, как настройка более частотная. И она звучала, эта планета. Она просто очень красиво, она как звенела, как звучала иногда. Вот как хрусталь, стук пальцем, и звон идёт чистый. И она как-то звучала. Я даже вот пытаюсь сейчас понять, она не для жизни была комфортной, она была для чего-то важной. Как информационный центр той вселенной. Да, она вот резонатор. Информация энергии проходила, да. Резонатор какой-то, из неё полностью всё как... Словно место жизни фона. Настройки какие-то, да. От неё шли. Сказано как конатон. Ага. Федерации прилетали и вырубали иногда кристаллы. И утаскивали, и жрали. Чем больше... Там было всё рассчитано, знаешь, там не было так, что случайно дерево растёт, или случайно гора. Всё вот это, который ландшафт, который на ней находился, всё было подстроено под общую мозаику, под общую картину. И если вот кусок чего-то убрать, даже, условно говоря, травинку эту сломать, которая его так росли, это уже шла другая чистота совсем. Как рояль расстроенный, да. Уже будет звучать как треснутое что-то, знаешь. Вот как хрусталь, если он треснутый, то его стукой-нестукой он не будет звучать. Им было нужно именно рассинхронизировать настолько, чтобы не шла вот эта гармония по всей Вселенной. Какофонии не было, да. 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 Им было место вот там, где какофония, нет звуков, не в резонансе. Как завихрение, тёмные места во Вселенной появлялись. Вот им там комфортно было, как мутная водичка. Они какие-то амебы. Они были без закона Вселенной там жить. Туда, как коны Вселенной, они долетали. Они там как своё что-то устраивали. А что это за сранцы? И вот эти трубки, ты говоришь, как из волос, они тонкие, но полые были абсолютно внутри. Они заполнялись там вот этим всем. И потом такие тяжёлые уже улетали. Ну, вряд ли, чтобы они там тяжестью именно тяжёлые. Ну, вот как-то наполненные уже, плотные, да. У нас я странными вижу, одноцветные какие-то. Не радужные, ничего. Типа кристаллы, да. Свечение голубого, да. Внутри впечатление, что что-то переливается. А вот контур как, ну, более плотный. Молочный либо голубой, да. Да, а внутри как переливалось, вот, ну, как-то оно, ну, не просто булькало там без толку, а как-то вот оно своими каналами текло. Я не могу сейчас объяснить, но оно как-то красиво туда висит, туда висит внутри тела. Разум мерки, как Дима любит. Так, Дима там каким боком? Ветром. Ну, пусть Дима рассказывает, я чуть-чуть подсветила. То, что я сказала, сходится или не так? Судя по тому, что у меня заболел позвоночник. Первое мы там были. Горы увидел светлые, да. Абсолютно другие ощущения, то есть, ну, понятная энергетика, то есть, это не тело, у меня как... светлое тело стало. Это как эфирное. Да, кристалл. Классно. Кристалл как-то мог летать даже. Ну, не то, что левитировать, но вот, как-то перемещаться. Ну, по потокам летал, так я смотрю. Я так и как частичка по всем этим штукам я вижу себя перемещаюсь. Как очень быстро, скоростно, знаешь, интернет такой по всем этим штукам. Даже себя помню, как не было. А что мы там делали, Дим? Мы там что-то делали? Чем-то занимались? Ну, просто, знаешь, так... Тусовали, что ли? Правда, туда-сюда. Кого взрывали на этот раз? Она потом, кстати, вспомнила про ту планетку, где в этих экзоскелетах мы были роботизированы. Чем все закончилось? Я не вспомнил. Ты вспомнил? Чем все закончилось? Подошли к этому реактору, повернули, большой луч. Сюда, в этот треугольник, в этот корабль, который огромный висел. Который вторжался. Там ядро Земли, условно, и там вот какой-то другой кристалл, типа искусственный, он в резонансе, он как-то трансформировал энергию с ядра Земли в такую энергию. И там его можно чуть-чуть поворачивать, и вот. Мы на максимум раз. Только этот треугольник. Точнее, когда он подлетел, да, мы в твоей активности его привлекли, чтобы он подавить. И туда. И он бы бах, и мы бы бах. Потому что все равно все проиграно. Не ищите легких путей, да. Ну, ты же сам тоже был. Ты тоже не ищешь. Еще Звездные войны себя не вспомнили. Хотим. Так что вспоминай кристалльчик. Что сейчас с этой планеткой кристальной? Хотел бы сказать, что все хорошо, но ее нет. Да, там как пустой отсек. Пустой. После завершения чистится не только внутри кастрюли, но и сама кастрюля очищенная. Чаще всего. Не всегда. Роман. Не знаю, у меня всегда чистые кастрюли. А у меня все. Ну, мы же не о кастрюлях. Значит, среднестатистические, а не чистые. На половину, да. Кастрюля Шриддингера, да? На половину чистые, на половину грязные. Когда это Мана делает, мне страшно просто. Просто увидят, Мана, как ты это серьезно все делаешь. На всех уровнях. Да. Серьезно, правда. Это как... Ну, чего вы смеетесь? Она моет не только кастрюлю, но и карму кастрюлю. Просто конкретно так. Новогоднее настроение никто не хочет. Настраиваться и работать, да? Я понял. Почему? Я смотрю на эти. Я просто молчу. Жду, пока вы расскажете. Ты-то да. Симон, у меня крыша немножко крошится. Что-то погружаюсь. Другое мышление. Я единственное, что помню, что там совершенно не нравилось. Что? Мне там вообще не нравилось. Естественно. Эмоций нету. Вообще нету. Думать только, да. Мне там совсем не нравилось. Хуже, чем роботами быть. Я понял. И поэтому у меня такое отторжение от этой красоты аж подворачивает. Да, это центр какой-то кона, сосредоточие. Там странный был кон. И у этих типа кристаллов было какое-то коллективное сознание. То есть есть индивидуальное, но еще можно объединяться в общее поле какое-то. Общее знание. Для общего блага. Да, это крутая штука. Частичка одна единственная, но ты еще можешь вот... Частью быть сила. И один кристаллик, но часть большого кристалла. И все вселенные так. Это внизу, это на уровне желудка и слева. Почти компьютеры. Сюда. Слева. Немагично. Энергетично. Вычислительное. Там не очень много было жителей. И нам нужно было как-то звенеть. Я не совсем понимаю, зачем. Как вот приближались к какому-то объекту. И нужно было как про... Развинить. И слушать. Да. Мы там были как какие-то, ну, условно... Техники. Техники какие-то, да. Мы это пистолические мега-компьютеры обслуживали на всю вселенную, которые работали. Да. Они просто там жили и жили. Нам там нужно было вот настраивать что-то. А то, что ты говоришь коллективный ум, один большой сознание, один большой, это как он мог думать с нами или нами. Угу. И всеми жителями этой вселенной. В той вселенной другие планеты были по-другому устроены. Только мы были там вот таким ядром, а все остальные были другие какие-то. Ну и там были фиксы. Те, которые прилетали, у них какие-то были как... Знаешь, как... Я не знаю, как это назвать. Как алмазные такие экскаваторы. Ковши, они кристаллы добывались, скажи. Да, да. На Аватара похоже прям сценарий такой. Не, хуже. Хуже. Аватар там красиво было, там природа была, а там никакой природы там не было. Там тоже красиво, там кристаллы. Да, там кристаллы. Там не было вот таких деревьев, таких вот зверей каких-то. Там этого не было. Это было просто ядро. Тут прилетали какие-то кляксы, которые просто добывали. Они перетирали потом в порошок наши кристаллы. Это было неправильно. Меня корёжило. Каждый раз, когда они добывали. Мы летали и как-то сражались. Мы же не могли звучать. Нам нужно было сразу восстанавливать как-то. Как выращивать. И получалось, что уже не успевали, да? Да, чем-то как, я не знаю, как это сказать, как жидким чем-то. А потом оно становилось твёрдым. Кристаллизовалось. Да. Вот они там, допустим, вот должно быть вот так ровная поверхность. Они вот тут выгрызли что-то. И мы заполняли это, чтобы было вот так ровным. И оно кристаллизовалось. Чтобы звучало так же. Условно, знаешь, как вот из этих кристаллов, поверхностей из моря, условно. Вот мы море туда заливали, и оно становилось кристаллом. Но это настолько примитивно. Условная энергия какая-то, да. Да, настолько примитивно. Это, ну вот, чтобы просто... Потому что как большие такие, вот ты говоришь, что летали, да, какие-то передвижения вот этой вот, ну, не цистерны, но что-то. Раз туда и заполняли. Да. Тима что-то там сверлил. Тима что-то там сверлил. Тима что-то там сверлил. Формы были странные. Вообще на человека не вижу. Я проникал. Я вижу, как вглубь проникал, как перевезлил. Сверлил, да. Ровные сколы делал, чтобы лучше адгезия что-то такое. Процесс физический. Поникновение. Этого нет. Ну вот, короче, этим умным делом, каким-то этим умным словом, которое я не знаю, что значит. Пусть и не показывают. Умнички. Синяя вот так на нас смотрит. Да, вы еще. Вы такие же, как вот почти. Как-то мы упали в их глазах, Илья. Почему? Наоборот, думал. Кристаллы, как думающие. Вот они считают, что мы такие же, как они, только еще и ниже. Как синие? Да, да. Ну, я думал, наоборот, это круто. Им что-то это не очень так. Вот так на нас смотрит. Примитивно. Как на лягушек. Я так и знал, что они немножко расисты, да. Не то, что. Да, да, да. Надо было тут что-то выделить и сказать. Мона видит эмоции даже у синих. Ты правильно сказал. Они показывают, где мы у них. Если смотреть на синего, то мы у них где-то вот справа, где ниже пупка. Вот так вот сектор показывает. Ну, и там у меня. Это в Торе. Ну, у тебя справа, у меня слева почему-то. Ну, да, да. Ты вызываешь. Это низко. Там было... Что? Это низко. Я думаю, повреждения ну, чуть выше. Просто... грудь и плечи основное повреждение. Мы там бегали в основном. Вселенная-то была неплохая, и она была по-другому заселена. Там были какие-то, ну, похожие на людей. Что-то там было в этой Вселенной. Просто мы были, у нас другие функции. Мы как якорь, вот. Да. Мы функционал. Мы обслуживали компьютер, словно, вычислитель. Икона. Он имел материальный носитель. Он был слит с чем-то с материальным. И он почему-то... И он почему-то становился мягким. Потому что кристаллы все выгрызали, уничтожали. Все мягчело. То есть, разум мягчел. Они уничтожали иконы, не зная того. Он как-то трансформировался от их атак, да, он становился мягким. И мы как-то менялись. Примитивизировались. Они уменьшали количество процессоров в том компьютере, который был законам, условно. Вот если очень примитивно говорить, да. Ну да, это если смотреть на плату какой-нибудь материнскую, каждый транзистор их съедать, туда уменьшается мощностью. Даже если там миллиард, это процессор, да. Ну эти осколки, они откуда летят? Что-то взорвалось, Илья. Что-то мы подорвали такое, что взорвалось с этими сотни осколков. Да, у меня как позвоночник разорвался, боль. Да, тебе всего там разорвало, по-моему, этими иглами. Ну этих расколол. Прилетевших взорвали. Расколола. Там как-то не так было, не прилетевших. Там какой-то замес с коном был. Там, вот в этой вселенной что-то с коном там произошло, на этой планете что-то с коном было произошло. Он полностью как поменял функции. Он какой-то пластичный стал и мягкий. Он все решил перестраивать под это пластичное и мягкое. Мы как против него какой-то купол были выстроили. Вот что интересно. Не только с этим и сражались. Тут мы кона не спасали, но в какой-то мере спасали. возможно я не совсем так поняла. А эти были как тоже на резонансе с той частью кона, как шицефрения у кона. Да, да, да. Как что-то коричневое. Он как сам начал разрушать. Вот в том-то и дело, что мы там настолько вот больше с ним боролись как-то. Ну, скажем так, с вирусом, который его поглощал. Да. Как плянка какая-то кристалл облепила огромный, условно, кристалл облепила огромная плянка и стала его как сжимать, деформировать и размягчать. Нам нужно было не то, что кона, а ту часть его, которая была повреждена, отколоть, взорвать, да. Вот, по-моему, вот в этом взрыве мы и погибли. Потому что эти кляксы, с ними бесполезно было бороться. Одни влетали, да. Одни влетали, другие прилетали. Мы постоянно латали, 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 а толку никакого все равно. как-то двигались там, как трассы воздушные реально. Как труба такая жух-жух. Лифты. Странно, да. Так как вместо кристаллов резина становилась плоская. краковая опухоль. Да. Он такой, как резина, мягкий становился. Мы не могли, он бы мог убрать эти кляксы онкона, это его вселенная. Так он сам провоцировал это. И в тех частях вселенной, которые соответствовали вот этой вот силиконовому, резиновому, коричневому, начали жить вот эти такие существа, которые становились вампирами, разрушали другую часть агрессивную. Да. Если бы не вот эта болезнь, вся вселенная была проекцией этого сознания, скажем так. И в тех частях, которые вот этим пораженным частям соответствовали, вот совершенно все менялось и вампиры появлялись вот такие разрушители. уничтожить просто всю нашу планету, расстроить ее звучание, чтобы вся вселенная звучала тогда по-другому. Мы как тот форпост, который настраивал вселенную, там, 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 кляксы, пятна уже были как захвачены, а если нашу планетку вот эту разрушить, то, ну, все будет, не будет звучать так, как нужно. она как неживая была. Ну, кроме нас, там никто не жил. Не было там ни кошечек, ни собачек, ни фига. Мне она не нравилась. И сейчас неприятно туда возвращаться. Там нужно было, условно говоря, какой-то коктейль варить. Я не знаю, что-то с чем-то смешивать просто нужно было для того, чтобы заполнялось и кристаллизировалось потом. Смешивать эпоксидку, которая затем кристаллизуется, да? Ну, что-то, да. Несколько компонентов. Вот, если условно так, условно сказать, Дима как ландшафт выравнивал, чтобы лучше оно там заливалось, я как что-то там варила, условно снова же, мешало там, чтобы пропорции какие-то нужны. Ты как заливал и следил, чтобы без трещин заливалось. Как звенел. прогревал. Да. Да. Ощущение бесполезности, потому что каждый день настолько рутина, там выгрызли, туда полетели, там выгрызли, туда полетели. вот бесполезна вообще работа и жизнь существования вот настолько у меня урезанное было там. Вам-то может и хорошо там было кристалликами, но я вообще не понимаю, что меня там запоперло. Пусть бы сами отдохнули, ребята, съездили бы без меня отдохнуть. Так нет же на рыбалку, так нет же поперлась меня с собой. Буду червяка насаживать. Или что там, надевают же червяка. Кто-то вообще удочек не мешает. Да, вы такие, ребята, мужчины. нечестные. Так, как-то на нас стояло каждый раз в игре зашел. Разрос великон и мы тупили как-то сметизировать. фонкции абсолютно менялись. Мы становились просто думающим, обслуживающим персоналом. У нас были грани. Может, не было чувств таких ярких, но были какие-то грани ощущения были. А потом они начали пропадать все ощущения. Найти причину этого. с ними мы пытались бороться. Но с ними без толку бороться. Не было у нас таких функций, как оружие против них. Перетирать как-то могли. Как диски какие-то управляющие на них отправляли и перетирало их корабли. Но это было такая ерунда. Перерезало, перетирало, как огромный такой, как на болгарку диск. Отправляли туда. Тоже из кристалла, кстати. Да. Он был изначально для того, чтобы менять ландшафт, если нужно было шлифовать. Это не было оружием в таком обычном понимании. В эти волосы трубки, что это вот туда забрасывали трубки, как шерсть белого медведя. Угу. Угу. То, что заставляло планету звучать, звенеет звучать, вибрировать, но я не вижу, чтобы она трусилась. Она не трусилась, сквозь нее что-то проходила. Кристаллы как огранка и определенную частоту определенные вот как, знаешь, смотришь на хрусталь вот больше всего. Там же все равно какая-то вот узоры, да? Угу. Как-то вырубить вот эту всю систему, чтобы оно не звучало. Вообще никак, чтобы замолчала планета. вот это принцип фрактальности, там тоже принцип фрактальности как-то выключили. Больше кристаллы не формировались, как снежинки. вязкой поглощать ничего. Вирус? Представить. Я просто вот понимаю, что мы какой-то плон, чтобы его в ловушку заманить. не его, а вирус. Ну, вирус. Нам нужно было вот картинки идут, что именно часть его отколоть. Есть такие вот камни, что их как в печи или где-то в огне нагреешь и известь. просто камень, а потом если их переколить, раз и кусок извести отпадает. Вот просто извести, которые белят потом. Вот впечатление, что от него такой кусок нужно было отколоть. Вот тот, который стал совсем другим. Или наоборот, из графита сделать алмаз. Помню. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, Мана? Свет пошел очень яркий. До этого тускло-тускло-тускло. Как вроде вот кто-то взял сверху банку и накрыл. А потом бах, изнутри эту банку пробили и начало светиться. Ну, там короткое замыкание, два кристалла и я через свое сознание пропустил энергию и взрыв, да. Я там не могу нормально вспомнить. Я там на эмоциях все, все у меня воспоминания на эмоциях, а там эмоции ноль. Я там какие-то картинки оторванные вижу. Пусть синий сейчас показывает. Потому что если нет эмоций, как я могу помнить? Элементарно. Отсутствие эмоций тоже эмоции, Мана. Что сделаешь? Язва тоже эмоции. эмоции смешно. эмоции